В городе Лхаса, столице тибетского автономного района КНР, стартовала пятая китайская выставка туризма и культуры. Несколько дней делегации из разных стран будут знакомиться с богатой историей региона, завораживающими природными пейзажами и успехами в развитии. Летом у многих выпускников вузов появляется возможность совершить незабываемое путешествие. Некоторые выбирают завораживающий Тибет, тем самым исполняя свои давние мечты. Одна из них – дворец Потала, а также озеро Ямдрак. Мы пробудем здесь около 12 дней. Туризм в регионе снова процветает, о чем свидетельствуют длинные очереди у храма Джо Канг в Лхасе. Здесь самое сердце тибетского буддизма. Неделю назад мы также побывали в Большом каньоне Ярлун Цангпо. Это невероятная природная красота и завораживающие виды. Тибет очень красивый и впечатляющий. Проходящая в Лхасе выставка туризма и культуры демонстрирует и нематериальное культурное наследие Тибета. В том числе особые благовония, каждая из которых обладает своим неповторимым ароматом и терапевтическими свойствами. Их используют, например, для очистки воздуха и прояснения мыслей. Выставка также освещает вопросы сохранения окружающей среды и зелёного развития, подчёркивая приверженность региона защите экосистемы. Тибет играет важную роль в обеспечении экологической безопасности нашей страны. Экологические ценности требуют от нас прежде всего ответственности. Защита Цинхай-Тибетского плато станет самым большим вкладом в развитие нашей страны. Представители иностранных делегаций говорят, что Тибет имеет глубокие исторические и религиозные связи со всей Азией. Тибетский буддизм Китая был средством передачи буддийской культуры на корейский полуостров ещё в период государства Корео. Говорят, что путешествие в Тибет сделает вас сдержаннее, потому что вы будете впечатлены религиозными убеждениями тибетцев и, конечно, мощными заснеженными горами и необъятными просторами. Американский эксперт Дэвид Блэр много путешествовал по Китаю. Его впечатляет главным образом реформы и открытость страны, благодаря которым Китай получил стремительное развитие, и Тибет не стал исключением. Когда я говорю о ситуации в Тибете, я имею в виду, что это происходит по всему Китаю. Мы видим отличные дороги, которые открыли новые возможности для обычных людей. Китай приглашает больше иностранных гостей посетить Тибет, чтобы они могли своими глазами увидеть развитие региона и составить собственное впечатление. Редактор субтитров А.Семкин